всем привет мои дорогие подписчики сегодня я снимаю видео по заявкам у меня попросили снять видео о моих последних приобретениях которые я сделал за последнее время для своего канала для того чтобы сделать и качество видео лучше и качество звука лучше свои приобретения новые такие новые новые совсем новые я начала естественно перед рождеством потому что перед рождеством кстати в канаде если вы ищете хорошо камеру именно на рождество очень хорошие сделки бывают на камеры снимая сейчас на свою старую камеру nikon nikon я вам потом я тоже сниму то есть когда я сниму про свою новую камеру которая приобрела и этой камере которая раньше пользовалась я перейду на новую камеру с новым звуком и естественно вот эту камеру я вам сниму то есть что у меня было перед тем как я приобрела вот эту совсем не дешевую камеру в этом году значит начинала я снимать свой канал естественно так как я не знала буду ли его продолжать понравится мне не понравится я снимала его на обычный iphone телефон да который у меня был то есть у меня был iphone 4 потом у меня был 5 потом я его разбила и перед тем как я его разбила у меня была вот такая камера я ее свистнула у алексея он купил себе и и мы по-моему летали в лос-анджелес и он купил себе для того чтобы можно было делать видео или снимать фотографии она прекрасно делать как видео так и фотографии единственное неудобство в этой камере это потому что вы никогда не знаете попадаете ли вы в объектив потому что извиняюсь за грязный экран я не вытирала пшена у меня где-то валялась потому что вот этот вот часть экран он никоим образом не отворачивается то есть для того чтобы снять видео на эту камеру вам приходится и включать ставить на подставку и потом значит бежать выставляет то есть собственно говоря где вы будете снимать саму себя чтобы попасть в объектив и потом бежать садиться и тогда начинать снимать видео и это хорошо если вы попадете фокус в общем собственно говоря эта камера неплохая она маленькая с нелегко путешествовать и собственно говоря это то что мне пригодилось на первое время вторая камера которая у меня появилась она появилась у меня наверное года два-три тому назад эта камера на которую я вот сейчас снимаю я сейчас сниму самое последнее приобретение поменяя их местами и покажу ту камеру на которой сейчас снимаю вообще должна сказать что для того чтобы сделать качественное изображение нужно очень много денег вложить в свой youtube-канал я молчу все про видео про косметику потому что когда я столкнулась со снятием видео косметики там нужно еще чтобы и подсветка была достаточно сильная с подсветкой я еще буду разбираться то есть это я еще буду покупать потому что в принципе я получаю комплименты у девочек которые смотрят мой канал я умею красить красиво глаза я хочу как бы свой опыт потом передать моим подписчицам но я пыталась снимать видео на просто при дневном свете я не знаю у меня не получается профессиональная подсветка получается так как будто я всю весь свой макияж накладываю в морге приблизительно так ну давайте перейдем к тем приобретением техническим да вот камерам и всем остальным которые я приобрела в этом году и так я оставила все специальные упаковки для того чтобы вы могли видеть что было куплено вот эта камера в данном случае эта камера canon я покупала ее стандартной упаковке вот такая canon rebel t i t6i и она как вы видите сразу была с линзой 1855 это был кит это был набор цену я ее укажу в общем под видео я приобрела значит здесь есть было вложено сразу же как вы видите и софтвера необходимая то есть то что вам необходимо было для того чтобы загрузить софтуру на компьютер то есть программу да все необходимые гарантии вот здесь даже и мой слежит сейчас я вам скажу дабы не соврать за сколько я купила плюс перед новым годом как я сказала вот бывают скидки хорошие да на камеры то есть она мне стоила 599 долларов ребята она мне стоила вот пожалуйста canon rebel t i 599 долларов и это цена за 299 229.99 за акустическую систему скажем так да смотрите я вообще-то я купила за 699 то есть мне камера обошлась 700 долларов это потом я уже обнаружила на онлайн перед тем как вот новый год наступил крисмасс наступил я обнаружила что цена на нее на именно этот набор упала еще на 100 долларов и каким образом я поступила я пришла я как бы вернула они покупала в магазине лондон дракс если вы обнаружите что цена на продукт который вы купили в течение по моему месяца я не знаю точно нужно с ними уточнить или двух месяцев она пойдет еще ниже вы можете принести как бы этот продукт обратно естественно я им за собой не таскала я принесла только чек с собой вы можете вернуть его типа вернуть да и они вам могут вернуть эти 100 долларов и благодаря тому что я вернул 100 долларов я купил свою акустическую систему значит камера давайте вернемся камере я уберу пока коробку так стоп стоять вот это моя камера в общем меня собственно говоря естественно в ней все устраивает камера просто великолепная линза тоже великолепная она прекрасно настраивает стабилизирует имидж мне нравится откидная вот этот откидной экран конечно же также камере прилагалось зарядное устройство вот она у меня есть как раз таки на зарядке стояла и батарейка значит мы сейчас ставим батарейку в камеру и покажу я вам как она у нас работает здесь в принципе батарея вставляется очень легко защелкивается и сейчас я уберу зарядку в сторону вот так выглядит камера ей очень легко естественно управлять но кардин камера видите она показывает что у меня нет карточки действительно карточку вытащила использую сейчас в этой камере в которой снимаю flash disabled понятно что вспышка не работает нравится мне вот такие вот экраны ребята те кто блогера я вам посоветую вот такие вот экраны до которые можете перекрутить на ту сторону то есть когда вы снимаете себя самого вы перекручиваете это все камеру и вы можете видеть приблизительно что вы снимаете освещение в общем там очень много всего видно конечно вот какой бы камеру я не брала я все-таки стараюсь чтобы был вот этот вот экран необходим да она легко просто переключается здесь вот на видео и естественно вы потом нажимаете на эту кнопку начинаете снимать видео здесь естественно есть масса настроек для того чтобы вы могли снимать как видео так и фотографии камера безусловно великолепная мне очень очень сильно она нравится но она не дешевая естественно сразу предупреждаю что конечно такие деньги вкладывать в свой канал не стоит если вы не собираетесь его серьезно развивать мне нравится делать видео мне нравится их монтировать поэтому естественно любой человек посоветует вам камеру canon и скажет что она естественно хорошая вот такое приобретение у меня было на новый год конечно камера я очень довольна давайте перейдем сейчас я не буду вдаваться в подробности все технические подробности что она снимает какие тут функции у нее есть и все остальное то есть я в это вдаваться не буду потому что это видео чисто такое чтобы показать что у меня конкретно что я приобрела что меня устраивает что меня не устраивает это моя звуковая система которую я купила называется так про digital series оставила я упаковку непосредственно для того чтобы показать вам как она выглядит если кто-то захочет себе купить почему у меня здесь крутятся батарейки это потому что система работает на вот таких пальчиковых батарейках то есть необходимо две батарейки в приемнике две батарейки в я не знаю как назвать но по научному да то есть есть тот кто принимает вот этот например устройство да туда вложенные провода все шнуры необходимые вот эти все вещи здесь прикручиваются закручиваются для того чтобы они не отрывались есть крепеж также есть крепеж который можно укрепить это все непосредственно на камеру и есть вот такие вот зажимы до которые можно крепить себе на одежду или на ремень камеры это то что я делаю я цепляю сбоку просто на ремень камеры этот звук этот же значит значит, другой, ребята, как он называется, микрофонная система, да, которую вы, например, цепляете себе на одежду, вот с этой стороны видно, здесь вот есть радиоприемник, здесь есть очень много каналов, микрофон, пардон, микрофон, который цепляется на вашу одежду, и выбирала я систему звуковую такую, но я не могу сказать, что я технарь большой, да, я просто выбирала то, что вот мне подходит, я выбирала то, что не цепляется к самой камере, и не ограничивает вас в ваших движениях, потому что, может быть, я что-то буду потом снимать снаружи дома, ходить где-то по саду, огороду, для того, чтобы можно было звук транслировать на расстоянии, да, и это то, чем эта система хороша, значит, давайте я вам открою, вот здесь вот видите, есть батареечки, вот они, они батарейки, хватает их на очень долго, на очень долго, я знаю, что я однажды снимала, была в прямом эфире, начала снимать видео, и мне все пишут там звук, звук у вас пропал, я просто очень долго ими пользовалась, этими батарейками, почему-то я не обратила внимания, что они, значит, у меня приглохли, как говорится, не работают больше, работает эта система очень легко, просто нажимаете на вот эти две кнопки, вот здесь вот, да, вот здесь есть кнопочка, чтобы включить, вот, оно загорается, канал номер два, выбирайте один и тот же канал, им очень легко руководить, вот channel number two, они, значит, потом появляются голубые огоньки, и начинается, значит, трансляция с одного, вот, транслятора, да, на вот этот приемник, все прекрасно работает, приемник находится возле камеры, вы с транслятором можете ходить куда угодно, я когда смотрела обзор на вот эту вот звуковую систему, я должна сказать, что парень, который имел на себе вот этот транслятор, он вообще через дорогу переходил, на другую сторону улицы, достаточно далеко отходил, и было слышно так же, как будто бы человек находился рядом с камерой, очень удобная вещица такая, вы знаете, я решила вложить просто деньги в что-то действительно достойное, для того, чтобы больше не, как говорится, не тратить, да, скупой платит дважды, получается, да, то есть, неплохо было бы потратить сразу хорошие деньги, и потом уже пользоваться долгий период времени, давайте я вам покажу, что было в упаковке непосредственно, так, вот такой вот ящичек был в упаковке, здесь вот есть инструкция к применению, как говорится, я ее прочитала, естественно, я такой человек, что я люблю почитать инструкции, для того, чтобы посмотреть, то есть, вы находите канал, в котором вы можете транслировать, все легко и просто, вы знаете, просто переключаете на канал, который там у вас есть, и начинаете транслировать, подключаете к камере, причем, да, я купила еще одну камеру, которую я сниму в этом же видео, это камера спортивная, да, и она тоже, кстати, принимает на себя профессиональные вот эти вот звуковые системы, вот так приблизительно выглядела упаковка внутри, здесь есть вот такая вот штучка поролоновая, которая надевается на микрофон, если вы снимаете в ветреную погоду, вот, пожалуйста, это крепеж для камеры, если вы хотите прикрепить, прикрепить звуковую систему камеры, здесь уже вложены такие крепежи, здесь, как вы видите, было два трансмиттера, здесь были, значит, необходимые все, ну, это, естественно, тоже подключал как более профессиональной камере, то есть, если вам нужно подключить, потому что у меня камера обычная, да, а это более профессиональный, вот, вот так вот приблизительно выглядело все, это то, что касается звука, опять же таки, покупала я эту звуковую систему в магазине London Drugs, и цену на нее, я размещу под этим видео, для того, чтобы вы могли посмотреть, потому что, может быть, вы даже в магазин не поймете, не пойдете, а будете шопиться онлайн, значит, что еще я купила, сейчас, секундочку, мне придется снять мою камеру с треноги, на которой она стоит, потому что я купила еще и треногу, так, вот она, я вернулась, теперь я держу камеру на весу, попробую вам снять треногу, которую я себе купила, первая, с которой я начинала, была тренога, такая вот, такой треножник, да, он у меня был заказан с сайта Алиэкспресс за 12 долларов, очень-очень дешевый, в общем, я им пользовалась, ну, честно говоря, честно говорю, я им пользовалась несколько лет, в итоге, что случилось, у меня сломалась вот эта вот штукенция, да, потому что, естественно, производитель дешевый, естественно, все ломается, я просто решила, потому что это регулирует, сейчас, секундочку, я откручу ее, вот, это регулирует движение камеры вниз-вверх, у меня она не была плотно закручена, просто я повела эту ручку вверх, и она у меня вот здесь вот обломалась, то есть, по своей сути, я не могла больше контролировать, как моя камера направляется вниз или вверх, это было ужасно, естественно, я решила купить себе просто хорошего качества треногу, вот так она выглядит, у нее очень, как говорится, такие вот штуки, которые здесь, значит, не скользят, да, они резиновые, здесь очень крепкие зажимы, то есть, если вы ставите свою камеру, и оно выдвигается, значит, все, то, естественно, ваша камера никуда не улетит в сторону, потому что камера у меня сейчас дорогая и тяжелая, соответственно, я буду за нее переживать, поэтому лучше я уже куплю вот такую хорошую треногую подставку под нее, она мне стоила приблизительно 80 долларов, это, ребята, не самая дорогая, потому что она 80 долларов стоила, там были вообще за чур-то знает какие цены, в состав треноги входила также упаковка, которую можно ее носить на плече на случай, если вы, допустим, едете на природу для того, чтобы что-то снимать, то есть, вы могли бы ее с собой таскать, и вот такая вот штукенция, которая цепляется к низу самой камеры, для того, чтобы можно было легко ее вставлять и защелкивать, здесь, естественно, о, пардон, здесь вот, естественно, она, вот эта штука крутится, она поднимается, опускается, в общем, честно говоря, очень удобная камера, очень удобный, очень удобная тренога, здесь вот есть нивелир и вот этой штукенции, камера просто защелкивается на штативе, и получается так, что, ну, супер просто, я говорю, что я очень довольна своими последними приобретениями. Давайте сейчас я поменяю камеру, включу профессиональный звук, И включу свою камеру Canon, и вы увидите разницу, с которой эти две камеры снимают. И покажу ту камеру, на которой сейчас... Да, здравствует профессиональная камера. Все работает, все замечательно, все сенсоры работают, все. Вот таким образом звучит уже новая камера, выглядит и звучит звук с новой камерой. То есть, естественно, разница есть огромная, конечно, в том. И причем я не стою возле камеры, я могу вообще... Давайте я сейчас оставлю эту камеру, и я пойду, спущусь со ступенек в свою кухню на первый этаж, и вы послушайте, как работает этот звук. Все, я пошла. Я пошла на первый этаж, я камеру с собой не беру. Я иду сейчас, прохожу через свою гостиную на втором этаже. Сейчас я спускаюсь вниз. Не знаю, может, слышно, что я спускаюсь? Может, и нет. Все, я нахожусь на кухне. Я сейчас даже подойду к дверям своим выходным, вот для того, чтобы вы ведь знали. Видели, слышали, мой паркет скрипит. Вот она, я подошла к дверям, я стою возле дверей на первом этаже. Все. Теперь я разворачиваюсь, иду опять по своему скрипучему паркету. Мы звонили ребятам, говорили, что паркет поскрипывает. Они приходили, вроде чинили. Так, сейчас я иду по лестнице на второй этаж. Это для того, чтобы протестировать систему. Поднялась в свою комнату. Захожу в свою комнату. И заодно вместе с вами определим, насколько хорошо работает мой звук. Вот моя камера Nikon, которую я использовала. Nikon ее называют, да. Которую я использовала только что для снятия того видео, которое я вам снимала, о своих прибамбасах, которые у меня есть. Coolpix. Вот ее название. Coolpix P610. Вот такая камера у меня была. Я с удовольствием ей пользовалась. Я не могу сказать, что эта камера плохая. Оп. Давай настраивайся. Уже в этой камере, которую я сейчас снимаю, у нее. Оп. Автоматический. Так, ну ладно, давай, хватит уже. Автоматическая линза. Только я махну рукой, она моментально что-то настраивается. Здесь тоже есть вот такой экран, который отворачивается. То есть это та камера, с которой я на своем канале прожила благополучно. Несколько лет. И отснимала на нее видео несколько лет. Эта камера меня очень сильно выручила. Я помню, что я за нее отдавала приблизительно, я, по-моему, купила ее за 250 долларов. Да, то есть цены начали, знаете, ставки повышаются, как говорится. И сейчас, опять я металла сбегала по дому, я представлю вам свое совершенно новое приобретение. Малютку, которую я купила совсем недавно. Это Sony 4K FDR-X3000. Я выбирала эту камеру из минимум четырех камер, к которым относятся камеры для спорта, для акшен. Камеры маленькие, которые можно носить с собой. Покупала я эту камеру только из расчета того, что если мы куда-то поедем путешествовать, Canon слишком большой для того, чтобы его таскать за собой. И очень-очень-очень тяжелый. И вот такие вот малютки, посмотрите, насколько она маленькая. Вот моя рука, вот она вмещается на мою руку. Насколько малюсенькая эта камера и насколько она удобная. Выбирала я между четырьмя камерами. Первая была, естественно, Сонька, вот эта, о которой сейчас ведется речь. Второй была камера, Action Camera, которую все знают GoPro. И выбирала я ее, это была GoPro 6 Black. Мне кажется, что это последняя вышла, они приблизительно в одной и той же цене. То есть GoPro 6 Black немного дороже, чем эта камера. Единственная удобная вещь в GoPro 6 Black, это потому что она более квадратная, да, и позади нее есть экран, на котором видно, что снимаете, что вы снимаете. И выбирала я Wii 4K, YI, 4K Action Camera, выбирала. И была еще, уже сейчас не помню, какая-то еще камера была, между которой я выбирала. В общем, собственно говоря, наверное, не очень-очень важно, потому что я провела, наверное, вы знаете, неделю на YouTube и просматривала чисто технические видео в отношении всяких камер, что они делают, как они снимают, где люди ставили видео из различных камер и сравнивали их, в общем, какое идет изображение, из какой камеры, насколько они стабилизируют вообще при движении само изображение. Мне было главное, чтобы оно стабилизировало изображение при движении, потому что иногда я хожу по магазинам, хотя мне многие спрашивают, что вы туда ходите. Я сама люблю на полки посмотреть, не потому что я там хвастаюсь, как некоторые думают, я сама не знаю, что там есть, потому что по магазинам я не люблю, ну как не люблю, я по ним редко хожу, но когда захожу, мне само интересно, потому что каждый раз все меняется, да. И второе, это то, что я делаю иногда обзоры домов, которые новые строят, и у меня девочки очень сильно любят эти обзоры домов. Ну, для начала просто интересно посмотреть, что понастроили, во-вторых, там, значит, есть, может быть, какие-то дизайнерские интересные решения. Ну, в общем, я люблю побегать с камерой, скажем так. И мне нужна была камера, которая стабилизирует и снимает широкий угол, wide angle, да, чтобы у него был. В общем, в итоге я определила все-таки с камерой Sony, несмотря на то, что здесь нет экрана, который сзади показывает, что конкретно ты снимаешь. Почему я это сделала? Потому что я прочитала, что все-таки камера GoPro постоянно имеет какие-то проблемы, что очень многие люди, которые снимают на GoPro, все-таки переходят в итоге на Sony и снимают на эту камеру. То есть даже если спортсмены профессиональные, они все-таки предпочитают снимать на эту камеру. Изучив спрос и предложение, как говорится, я пошла и купила эту камеру. Камера эта не дешевая, она стоит 500 долларов, сразу говорю. То есть вложения в канал идут серьезные. То есть я рассчитываю на свой канал, мне он нравится, мне нравится снимать видео. Очень легкое меню здесь. Вот она включается вот таким образом, не знаю, будет ли видно. Вот здесь высвечивается меню, регулируется оно, здесь у меня написано, что я могу снимать 26 часов, но, конечно, этого не будет. Нажимаете на кнопку меню, высвечивается меню, кнопочками вниз или вверх регулируете, что вам нужно. Если вы хотите выбрать это меню, нажимаете на кнопку сверху, ну и потом выбираете необходимые опции, которые вам необходимы для снятия видео. Вот здесь есть различные настройки, их здесь целая куча есть. Они все описаны в манюал, в том, что, значит, как манюал будет переводиться в пособии. И сейчас эта камера у меня обеззвучна, когда я ее купила. Для того, чтобы она начала записывать, просто нажимаете record button вот здесь, вот она начинает записывать, несете ее в руке, она красный, красный огонек, вот здесь вот красные лампочки зажигаются, вы знаете, что вы точно снимаете. Что я хотела сказать, ага. Ну, в общем, вот таким образом приобрела я такую малютку, очень-очень ей довольна. Ребята, дайте я посмотрю, что у меня, что еще к ней прилагалось. К этой маленькой камере продается еще на Амазоне. Сейчас, секундочку, я уберу, наверное, коробку в сторону. На Амазоне продается еще такие часы, которые вы можете надевать себе на руку. И эти часы и будут экраном. То есть они выглядят, как обычные часы электронные, которые, да, сейчас есть. Вы надеваете себе на руку, можете контролировать конкретно, что вы снимаете. Просто глядя на часы, вы несете камеру и видите, значит, на часах, что конкретно вы снимаете на камеру. Я, может быть, потом прикуплю это все. Ну, посмотрим. Здесь вот также прилагался в этом наборе крепеж камеры вот к такому трипод, назову его, да, на котором у меня стоит камера. У меня выбивает, потому что у меня английский язык в голове крутится. К этому трайподу, на котором у меня стоит камера. Также камера продавалась вот в таком кейсе. Это очень удобно. Это кейс специально водонепроницаемый, то есть если вас куда-то понесет под воду, фотографирует, что со мной маловероятно. Это раз только для Ниагарского водопада я сохраню, потому что у меня мечта увидеть Ниагарский водопад. Очень-очень сильно хочу. Прям мечта, мечта, мечта. Я слышала, что на Ниагаре, кстати, у меня один знакомый, он рассказывал, что он только купил камеру, потащил снимать Ниагару. Я не знаю, почему он не догадался, что камеру стоило бы как-то защитить от влаги, которая там есть. Но он, значит, каким-то образом этого не сделал. И у него новая совершенно камера полетела, ушла в небытие. Значит, это я вам сейчас покажу то, что мне прикупил Алексей к этой камере. Вот это, значит, он мне купил вот такое зарядное устройство. Очень удобно. Хотя, в принципе, если у вас нет этого зарядного устройства, камера заряжается очень легко. Вот здесь вот есть, если вы откройте ее, сейчас, секундочку, она вот так открывается. Вот сюда загружаются батарейки вот такие маленькие. Достоинство этой камеры состоит еще и в том, что все аксессуары на эту камеру достаточно дешевые. То есть это вам не GoPro, которая там ломит цену бешеную за любые аксессуары. Удобство этой камеры состоит в том, что, смотрите, вот здесь вот позади вот есть, я не знаю, как по-русски будет, input, я скажу, да, для профессионального микрофона, на который я сейчас наговариваю, я сейчас подключила к своей камере. Этот микрофон можно подключить и на эту камеру. Представляете, насколько удобно? На это я тоже смотрела. Ну и, безусловно, камера может заряжаться. К ней продаются непосредственно кабели. Вы можете заряжать камеру просто-напросто, вот так же, как и свой телефон от компьютера. То есть, если у вас нет такого зарядного устройства, она очень легко заряжается от самого компьютера. Карточка, memory card вставляется вот сюда. Используется маленькая memory card. Сейчас вам покажу. Это уже то, что купил мне Алексей. Здесь есть адаптер для вот этой карточки, для memory card. Ну и, естественно, сама маленькая карта здесь находится. Он купил мне карту на 200 гигабайт. И с достаточно хорошей скоростью мы с ним посмотрели, значит, какая карточка непосредственно подходит под эту камеру. И он мне ее купил. Такая карточка ему обошлась на Амазоне приблизительно, ну там 99 с чем-то долларов. То есть, 100 долларов она обошлась ему. И так же, о, не надо записывать мне. Не надо мне ничего записывать. Записывать начала, очевидно, случайно на кнопку нажала. И вот такое вот зарядное устройство. Сейчас я это все уберу. И приобрел он мне вот такое вот зарядное устройство для этой камеры. Надеюсь, будет видно, ребята, у нас сморкалось, знаете, смеркалось у нас. У нас уже солнце садится, поэтому я пытаюсь снять возле окна, как можно ближе к окну, чтобы было, ну, хоть что-то видно. Сегодня еще и пасмурный день. Значит, в само зарядное устройство входил вот этот вот шнур, да, для зарядки. Это оригинальная батарейка для Sony, которая продавалась непосредственно с самой, не знаю, если я приближу, будет она ближе, нет? Сладит она мне или нет? Не дужишь вас. Вот. Оставлю тут в покое, чтобы не мучить камеру. В общем, это батарейка, которая продавалась непосредственно на камере. Если вы посмотрите на Амазоне, вы можете легко найти вот такие вот батарейки для этой камеры. Не обязательно они должны быть от Sony. То есть я видела, что две батарейки продаются за 20 баксов. Мне кажется, что он, вот этот набор, весь, вот это все зарядное устройство, что очень удобно, ребята. Он мне купил в пределах, там, 30-35 долларов. И я также читала в обзоре на вот эту камеру, и люди когда говорили, что одной такой батарейки хватает на 2,5 часа непрерывного видео. Поэтому я докупила, он мне докупил еще три батарейки. Одна вот эта батарейка, она у меня здесь находится уже в камере. Это мне нужно зарядить. То есть у меня купил еще дополнительные батарейки на случай, если мы путешествуем или куда-то идем, или что-то мы снимаем. Для того, чтобы эти малютки можно запросто бросить в карман. Естественно, их нельзя нагревать, потому что это литиевые батарейки, они имеют свойство взрываться. Не ставить их на солнце, естественно, как полагается. Но очень удобно их иметь у себя, тоже, как говорится, в обиходе, потому что тогда вы не ограничены своими съемками этой прекрасной камерой. Я ей еще много не снимала. Сейчас я ее выключу. Я пока этой камеры еще много не снимала, потому что я ждала поступления вот этих самых батареек, поступления memory card, потому что мы ждали. Алексей их заказал через Amazon. Да, конечно, они пришли быстро. Но все равно для того, чтобы настроить камеру, это все занимает время для того, чтобы со всем этим разобраться. Более того, эта камера прекрасно контролируется с вашего мобильного телефона. Я загрузила все необходимые software, то есть необходимые программы на телефон. Она прекрасно с телефона управляется. Вы можете включать, выключать с телефона ее. Если, допустим, она у вас на голове прикреплена, например, на шлеме, то это все можно делать даже без помощи своих собственных рук. Можно просто с телефона ее контролировать. И также прилагается еще software, который вы можете загрузить в интернете на свой компьютер для того, чтобы вы могли монтировать видео вот с этой камерой, если вам нужно монтировать непосредственно видео, action video. Это, я думаю, мои последние приобретения, которые у меня есть. Следующий мой план при покупке вот моих технических каких-то приобретений, если кому интересно, это, скорее всего, будет покупка подсветки для снятия видео по макияжу. Потому что, ну, не могу я ничего снять. Ребят, я снимала, честно снимала, снимала много видео, и в итоге я их все уничтожала. Потому что, ну, не очень хорошая подсветка, и даже в видео, которые я сама снимаю, то есть неплохо было бы иметь больше света, несмотря на то, что я сижу, стараюсь сидеть перед большим окном в своей спальне, мне этого света не хватает. То есть мне, походу, нужно покупать непосредственно специальные подсветки. Когда я их куплю, я вам их покажу. И еще одно приобретение крупное, которое меня ждет из технического такого приобретения, это будет совершенно новый лаптоп. Потому что я очень много видео монтирую на компьютере. Конечно, Алексей настаивает на том, чтобы я купила себе десктоп, но я говорю, ты знаешь, у меня сидеть перед компьютером нет времени. Я могу монтировать только вечерами, в кровати, и то по 5 минут, а потом я отрубаюсь, я в одном месте компьютер, в другом месте, потому что я устала. Ну, вот как-то вот таким образом. В общем, необходимо мне купить еще хороший компьютер. И если я куплю, если хотите, если вам интересно, конечно, я могу рассказать, что я купила, почему я выбрала этот компьютер, на какой программе я работаю, если вам интересно, могу рассказать потом, какая программа у меня есть для монтажа видео, что я купила себе, приобрела, потому что я больше не пользуюсь Movie Maker. Я купила себе software за 60 долларов. В принципе, очень довольна. Пока довольна, потом посмотрим, может быть, со временем куплю что-то более интересное для снятия видео. Если вам интересно, напишите под этим видео. Когда куплю новый компьютер, тогда вам и сниму. Итак, ребят, я поделилась своими новинками, потому что меня люди спрашивали. Спрашивали, потому что у меня, очевидно, есть блогеры в моих подписчиках. И им может быть интересно, вместо того, чтобы, как говорится, биться головой об стенку и опять-таки делать двойную работу. И если я могу поделиться опытом, рассказать, что, допустим, эта камера или эта камера или та камера меня устраивает больше, то зачем же тогда нужно кому-то еще делать двойную работу? Единственное, что я еще хотела приобрести на свою камеру, на которой сейчас снимаю, специальную линзу для именно снятия видео. По-моему, это Sigma 88, по-моему, на нее снимают. Я еще раз посмотрю, я точно не уверена, потому что раньше я искала эту линзу. Вернее, я хотела ее купить, но линза, скорее всего, будет стоить столько же, сколько и сама камера будет стоить. Поэтому она дорогая. Пока я на нее не зарюсь, буду пробовать снимать на ту линзу, которая есть, на универсальную. Но есть специальная линза именно для снятия видео по косметике, которая прекрасно помогает снимать. В общем, нужно будет мне опять-таки пошуршать, поискать, сколько она стоит, посмотреть. Но я знаю, что линзы вообще на камеры, они не дешевые. Поэтому пока я оставлю все как есть, потому что я думаю, что уже достаточно денег я вложила в свой канал. А как-то вот таким образом, всем спасибо за внимание, всем пока-пока. Извиняюсь, что видео было не совсем техничным. Всем спасибо за внимание, всем пока-пока. Я думаю, что этот обзор поможет многим блогерам и людям, которые вообще, в принципе, интересуются подобными вещами, сделать свои видео более качественными. Пока-пока.